Перед любой тренировкой необходимо сначала разогреть мышцы, а уже после приступать непосредственно к отработке приемов. Без хорошей разминки ничего не получится. Именно так говорят ребята, занимающиеся армейским рукопашным боем. И покорно выполняют все указания тренеров. 14-летний Тимофей Казаков недавно вернулся в Канск с очередной победой. И отмечает, что без упорных тренировок ни за что не смог добиться таких результатов. Я ездила на соревнования в Омск. Там был межрегиональный турнир памяти Кочетова. Такой хороший турнир. Собилось более 400 участников. Там я занял первое место. Получается занимаюсь я уже восьмой год этим видом спорта. Добился многих результатов. Уже победитель двукратный Сибирско-федерального округа. Участник России по рукопашному бою. С победами из соревнований возвращаются не только парни, но и девочки, которых в армейском рукопашном бои не так, чтобы и много. У Ренаты пока только желтый пояс и 4 года занятий спортом за плечами. Но в открытом первенстве в своей категории она заняла первое место. Девушка отмечает, что ни разу не пожалела, что связала себя с этим видом спорта. Захотела я сама, никто не заставлял. Просто была в школе, посмотрела, понравилось. Вот так вот пришла в этот спорт. Видела, как мальчики бьются за все. Ну и тоже захотела вот этого места тоже зарабатывать, медали. Всего в Каннске и Каннском районе армейским рукопашным боем занимаются более 300 детей. И они регулярно привозят призовые места с различных соревнований. Как отмечает Эдуард Агаджинян, главное заложить своему воспитаннику стремление к победе и желание достигать все новых и новых вершин. Важно, прежде всего, проявить себя. Почему? Потому что со временем ребенок созревает к победам. То есть у каждого человека есть страх, но тем не менее каждый ребенок тоже боится, боится поражения. Ну где-то перешагивает себя и начинает уже более ответственно подходить к тренировкам, готовиться. Ну и в результате плоды это, конечно, соревнования. С открытого первенства Краевой детско-юношеской спортивной школы по рукопашному бою каннские спортсмены привезли 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей. А также заняли второе общекомандное место. Победители соревнований уже начали подготовку к первенству России, которая состоится в начале апреля в Курске. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, Каннск, 5 канал. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, Каннск, 5 канал.